привет ребята ребята по поводу вчерашнего видео хочу сказать много комментариев написали зачем закрываешь канал люди к тебе пришли люди ждут у тебя новых видео мы бы так не делали ребят я канал закрывать не собирался то есть в плане того что удалять его совсем он будет на ютюбе никуда он не денется все видео которые были загружены они там останутся ведь это в первую очередь память память для меня о тех отрезках моей жизни когда я охотился о хороших отрезках моей жизни поэтому удалять я его не собираюсь тем более что ни на каких больше носителей у меня это видео не сохранилось единственное что наверное я сделаю я буду выкладывать короткий шот видео если что-то будет попадаться на камчатке интересное какие-то интересные кадры будут буду их укладывать чтобы постепенно как бы подписчики с канала не отписывались чтобы что-то новое было чтобы осенью когда заведу новый канал эти все люди могли получить ссылку и уже перейти на новый канал и смотреть обновленный контент с учетом всех ошибок поэтому сделаю так у нас сегодня 14 июня примерно двадцатого числа либо после двадцатого числа мы должны уже выберутся на место недалеко от поселка озерная запад на кулицах подзона и мы там будем ставить береговой станом устраивать его ну и будем постоянно находиться там по окончании красной путины в принципе дорога туда такая нелегкая 120 км автотранспортно бездорожью соответственно много чего там интересного есть ну и непосредственно если будет получаться за мной рыбалку рыбу нерп касаток снимать выкладывать плюс природу покажу озерной там недалеко находится Бурильское озеро это самое большое нерестилище нерки по моему в мире на само Бурильское озеро мы туда попасть не попадем потому что там закрытая зона нужно помочь кустарке но леона в окрестностях это Бурильское озеро она красивая и интересная ягода грибы сланник кто не знает сланник это кедрач который в виде пустарника растет ну это все показывает потому что раз вы просите значит для вас я это сделаю а на сегодня пока погоды нет опять же не работаем говорят пошла мойва мойва кстати когда идет на Камчатке так рано это признак того что будет красная рыба я сейчас на прибойку вышел посмотреть пока что мойвы я не вижу обычно мойва идет под берегом прямо близко к прибойке и ее волной выкидывает на берег в восемнадцатом году я мойву вообще копал лопатой прямо вот с прибойки ее на берег выкидывал закрывало и соответственно копаешь ямки и выкапываешь ее а так обычно ее ловят с очками так в любительском лове тоже вот с прибойки вот здесь прямо где волна прибивается становятся в забродах в байдерцах и с очком в эту мойву чертуют вот сейчас я иду по прибойке пока что ни одного экземпляра мойвы мне не встречалось хотя обычно если мойва идет и идет достаточно интенсивно то на прибойке всегда можно увидеть рыбу пока что нет сейчас пройдемся вперед метров триста посмотрим может там впереди что-то найдется прошелся где-то порядка 450 метров по прибойке ни одной рыбки мойвы я так и не увидел она наверное только еще начинает идти и скорее всего еще сюда к нам не подтянулась может быть завтра послезавтра она здесь будет если получится я вам покажу еще ребята хотел ответить на комментарии у меня был на канале где я показывал общагу как мы живем и написали два резких комментария в которых вот руку у вас нет вы не настоящие мужики не можете ручку дверную сделать не можете там окошко прорубить в общем конечно же глупости какие то написали во первых видео было снято в день приезда перелет лично у меня он был достаточно сложный я летел с Новосибирска в Москву в Москве сидел 4 часа потом с Москвы вылетал в Петропавловск в Камчатске летел почти 8 часов потом в Петропавловске я ждал еще транспорт чтоб добрался до места то есть вся дорога у меня заняла с выездом из дома и с прибытием уже на место больше суток конечно же я был уставший какие там вообще ремонтные работы можно было производить это во первых во вторых значит вообще когда тебя заселяют в рыбацкую общагу то тебя заселяют туда на время до начала рыбалки пока идет подготовка и для ремонта общаги выделяются специальные люди мастера по ремонту либо разнорабочие которые обслуживания вот этих живых общаг они должны ремонтировать ручки они должны ремонтировать вентиляции то есть краны унитазы все они должны делать это их работа Они за это платят деньги. У меня возникает вопрос, почему я это должен делать? Почему я за кого-то должен делать их работу? Мне за это никто не заплатит. Поэтому мне проще сходить и пнуть их под задницу, чтобы они пошли это сделали, чем тратить свое время. Потому что на рыбалке время это самый основной фактор. Если что-то не успеешь сделать на берегу, в море это будет делать намного тяжелее. Поэтому глупость была написана. Причем к этой глупости было прибавлено о том, что мы не мужчины, что руки у нас из жопы растут, не умеем ничего делать. Но поверьте, вот сюда вот, вот в это вот дикое море, которое сейчас еще более-менее спокойное, а в сезон шнормов здесь вообще накап может до 6 метров доходить. Сюда рукожопые мужики не поедут. Потому что здесь рукожопым делать нечего. Здесь все движения в работе должны быть четко отточены. В голове должно быть четкое понятие того, что ты делаешь. Если это ты не будешь делать, не будешь знать, ты просто-напросто погибнешь, море ошибок не прощает. Особенно не прощает тех ошибок, которые совершаются на берегу. Поэтому не нужно писать и говорить, что мы не музыки и что мы ничего и сделать не можем. Как раз-то мы мужики, суровые сибирские мужики, приезжающие на севера и делающие эту работу. Поверьте, нам даже положено в военное время броня, потому что мы добытчики. Мы кормим страну. И как бы кто сюда работать не приедет. Как правило, случайные люди, они отсеиваются в течение нескольких недель. А может быть даже и нескольких дней. Такие случаи тоже случались. На сегодня, в принципе, все, что я хотел сказать. Думаю, что погода восстановится. Завтра будет ехать не так плохо и мерзко, потому что ехать в дождь, на КамАЗе, по убитой дороге тяжело. Завтра, может быть, что-то выложу. Может, скорее всего, по дороге всегда встречаются медведи. Они сейчас потихоньку начинают подтягиваться к побережью, подтягиваться к речкам, потому что скоро должна пойти рыба. Может, где-то удастся его снять, показать вам, камчатского медведя. Медведи здесь очень большие, красивые. Но в то же время, они очень агрессивные в период кутины. И червивые. У нас на материке медвежье мясо каждый десятый медведь горожен. А здесь, наверное, каждый первый во время путины. В общем, все, ребята. Давайте. До завтра. Оставайтесь все с Богом. Всем удачи. Всем пока. Пока.